Новый день спешит в рассвет. Новый день подарит тебе. Тёплый след в душе твоей. Новый день пришёл, открывай скорей. День улыбки, друзья. Улыбайтесь, проснулись миру, улыбнулись. Мне кажется, это уже такая моя фраза, мой лозунг по жизни. От улыбки станет всем светлей. Следующий праздник сегодня день спортсменов силовых видов спорта. День силы, иными словами. День силы был официально учреждён в 2007 году и впервые отмечался 5 октября 2008 года. Факта праздники. В этот день организуют различные состязания, на которых не только профи, но и любой желающий может продемонстрировать свою физическую силу. Все, кто может называть этот праздник профессиональным, в качестве своей работы занимаются ежедневными тяжёлыми физическими нагрузками. Их цель – максимальные силовые показатели. Я думаю, что телезрители, которые проснулись, обязательно должны сегодня сделать какую-то утреннюю силовую. Например, присесть пару раз или упасть, отжаться. Поэтому всем силы и всем здоровья. Я присоединяюсь к твоим словам. Друзья, берегите здоровье, будьте сильными и смелыми. А мы продолжаем. Сегодня день российского страховщика. Скажи мне, что у тебя застраховано? У меня застрахован автомобиль. И бывали такие ситуации, когда страховка прямо действительно очень-очень спасала ситуацию? Да, действительно. А у меня есть приятельница, сын которой постоянно летом, чаще всего это происходило, ломал то пальцы, то руки, то ещё что-то. И, в общем, мы предложили с девочками, называется это «Баб-совет», его застраховать. И что вы думаете? Застраховали нашего мальчугана, после этого он ни разу больше ничего себе не ломал на протяжении многих лет. Вот так вот это работает. Как здорово, да. Да, поэтому все те, кто причастны к этому празднику, будьте здоровы и будьте счастливы. Следующий праздник – Всемирный день охраны мест обитания. О, интересный праздник. А мы переходим к персонам дня, и я передаю слово Никите. Никита, ты сейчас поймёшь, почему. Ага, очень-очень сложное имя, друзья, но я справлюсь. Реджиналд Фессенд, канадский и американский изобретатель, родился 6 октября 1866 года. Его наследие в области радио включает значительные достижения по радио в области звука. Вот так-то вот. Кстати, недавно вышел фильм под названием «32 звука». Очень интересный фильм. Это фильм городов, это фильм про звуки птиц, которых уже не существует. Это фильм про то, как озвучивают фильмы. То есть звук везде есть. Главное – закрыть глазки и начать. Что делать? Слушать. И смотреть, Алена, ты уже три вечера моих сделала. Это уже третий фильм, который я обязательно посмотрю. А мы продолжаем. Принимает поздравления настоящая гордость нашей страны человек, который пишет портреты, народный художник Александр Шилов. Дмитрий Губерниев, телеведущий и спортивный комментатор, также сегодня именинник. Ну, его, мне кажется, можно и нам поздравить. Я уверена, что он смотрит нашу телепередачу. Дмитрий, с днём рождения! А мы продолжаем. Российский актёр театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров принимает поздравления от своих близких и их коллег по цеху. А также мы поздравляем всех-всех-всех, кто родился 6 октября. Пятница и ваш день рождения – это замечательно. Правда? Правда. Будьте здоровы и будьте счастливы! А мы переходим к самой приятной части нашей программы. Это гости в студии. Сегодня это утро встречают вместе с нами спортсменки, активистки и просто красавицы. Майя Савина, мастер спорта по велоспорту, и Софья Ситникова, Рыхлицкая. Здравствуйте! Девчонки, доброе утро! Спортивное доброе утро! Я вижу, что вы к нам сегодня пришли с такими кубками, маградами, дипломами. Рассказывайте. Соревнования у нас проходили в Мордовии, потому что там построили новый шикарный суперкросс, единственный в России. Суперкросс – это разгонная гора 8 метров олимпийской дистанции, как она и должна быть. Вот категория юниорки, старшие ездили как раз-таки с нее. Саня ездила пока с 5 метров, потому что еще категория не до конца большая, не до конца выросла, но 8 метров. Испытали трек новый, очень прикольно его, классно сделали. Чувствуется сразу уровень, то, что мы не совсем были, наверное, даже готовы к такому, потому что уделялось время для подготовки именно к первым соревнованиям две недели. Из этих двух недель лично я неделю провела с неподнимающейся рукой из-за падения, что было очень весьма неприятно. Ну а так, в принципе, эмоции, конечно, очень все радостно, хоть и второе место, но второе место – это тоже результат, и очень даже достойный результат, я считаю. Ну и тем более грустить было некогда. Сразу после первенства мы поехали на тренировочный сбор на Юга, в Краснодар. Да, обкатывали, понимаешь, куда ездят люди отдыхать и девчоночки катать. Ну совмещать приятно с полезным. Это на самом деле здорово. Я согласна с Майей насчет трека в Саранске. Очень классный трек, очень техничный и достаточно сложный. Тренировки были очень объемными, чтобы успеть подготовиться с две недели к первенству России, главному старту этого года. Соревнования прошли тоже в напряжении, в небольшом. Было сложно одержать победу, можно сказать так. Про Краснодар. Меня он больше интересует Краснодар. Краснодар, очень хороший сбор выдался. Очень хорошие впечатления были. Там тоже построили что-то новую трассу? Да, там построили трек. Чем-то напоминает Саранск, но тоже есть свои какие-то трамплины отдельные. На данном треке мы отрабатывали виражи, прохождение виражей. Там очень хорошие, они асфальтированные. Подняли уровень прохождения виражей, но надо пробовать в заездах, на соревнованиях, как все пойдет дальше. Мы гордимся вами, не только мы, я уверена, что и все телезрители. Девочки, а в таком крутом спорте, в таком сильном спорте, спасибо вам за то, что вы есть, за то, что привезли такие награды, за то, что развиваетесь дальше. Мы вас искренне поздравляем, поздравляем вашего тренера Андрея Савина, это очень здорово. Девчонки, а такой вопрос, расскажите, как проходят ваши тренировочные будни здесь, в Ангарске? Как проходят объемы? Учеба, тренировки, учеба, тренировки. Сколько часов в день нужно тренироваться? По-разному, бывает, что и 5 часов в общей сумме, и 6, бывает поменьше, 3-4, смотря какая направленность именно тренировки. По учебе справляетесь или сложно? Справляемся. Ну, как бы, да, мы учимся в училище Олимпийского резерва, дистанционно полностью, учителя помогают, понимают то, что мы получаем достаточно большую нагрузку, и, как бы, идут к нам навстречу, выполняя, там, чуть-чуть где-то поменьше, может, заданий выполним где-то, они нам немного где-то подскажут, конечно. Ну, а так, в основном, полностью сами учимся. Училия знают, что чемпионок ростят, поэтому они, видишь, как... Да, спасибо, училиям, молодцы. Как вы считаете, вот все ваши победы, заслуги, это упорная работа над собой, или все-таки есть место везения? Большая часть это работа над собой, но бывает, когда повезет в какой-то момент, но все же надо очень долго и упорно работать, чтобы достичь какого-либо результата. Сколько лет вы уже тренируетесь? У меня идет 9 полных лет, получается. Круто. У меня чуть больше, наверное. У меня папа тренеров, поэтому велосипед с рождения, можно сказать. Как хотел сказать, с рождения тут все. А где проходят тренировки в Ангарске? Да, очень много, где мы практикуем и МТБ, и БМХ у нас именно в 254 квартале, получается, в поле у нас трасса стоит. И у нас есть крытый ангар для плохой погоды, для зимнего периода, там тоже и трамплины, и препятствия, стартовый механизм, как бы есть где тренироваться. А тренировки, они всегда с велосипедом, или есть какие-то еще другие упражнения, может быть? Ну, тренажерный зал тоже присутствует в этом всем, и зимой бывает на лыжах ездим, тоже бывают тренировки. Общая такая физкультура получается. Слушай, если не на велосипеде, то велосипедом с ним присел. Да, я это не понял, это я хотел спросить. Майя уже мастер спорта, и вот какое будущее выбрали? Продолжать в своем направлении, в направлении велосипедного спорта. Может, это будет в будущем не обязательно, БМХ рейс, может, это будет какое-нибудь другое направление велоспорта. Но я думаю, что да, велоспорт я люблю. Точно велосипед. Велоспорт я люблю, и как бы я его понимаю, я изучаю, и в дальнейшем буду тренировать детишек. Круто, круто. Софья, такой же вопрос и к вам. Ну, пока что еще спорт. До последнего стараться ездить, участвовать в соревнованиях, а там. Ну, пока вроде тренером хочется быть, но все же желание может еще измениться. Но я надеюсь, что буду тренером. На самом деле, девчата – это настоящие друзья нашего телеканала. Мы часто вас снимали, и наш редактор нашла один из самых первых интервью. Давайте вместе с вами посмотрим. Я была самая маленькая, 2001 год и младше. И я ездила в первый раз на трассе. В Лензии мы тренировались два дня. Было две тренировки в день. Насильно тренировали. Вот они, какие наши победительницы. Самое первое интервью в мае – это архив 2013 года, а последнее – это 2017 год. Поделитесь секретом. Сколько медалей в ваших копилках? Медали считать нельзя. А, это примета, да, какая-то? Примета, да, но достаточно много. Стена вся в медалях. И две полки – все в кубках. Я представила. По мне, так это больше сотни. У всех фантазия своя. Круто, девчонки, вы молодцы. Я так понимаю, смотрите, учебный год уже стартовал. Тренировочный, собственно, никогда и не заканчивается. Прочее бы все поняли. А как же, девочки, личная жизнь? Есть ли поклонники какие-то? Да пока не намечалась. Вроде не планируется. Может, не хватает времени, а может, просто не замечаю чего-то. Может быть, может быть. Ну, поклонники есть на самом деле. Маленькие деточки, которые смотрят на нас и думают. Хотят быть похожими. Да, вот ко мне племянник приходит домой, смотрит на кубки, говорит, а мое где? А мне когда? Ну, это тоже поклонник, можно сказать. И спрашивают иногда, и советы спрашивают, и просто делимся между собой как бы практикой. И вот рассказывают даже когда-то в момент тренировки тоже, особенно мы же девочки, к нам больше девочки тянутся. К мужчинам больше мальчики тянутся. Поэтому как бы девочки, да, девочки интересуются. Я поняла, у девчонок какой лозунг. Первым-первым делом это велосипеды, а вот мальчишечки потом. Да, а вот сейчас нас, если смотрит маленький-маленький ваш поклонник, и вот решит стать тоже спортсменом, чемпионом по велоспорту. Какие слова напутствия, да, можно сказать? Какие пожелания, советы можете дать? Не париться, просто тренироваться в удовольствие. Это главное в начале. Это вот уже когда более к высоким результатам выходишь, это уже как бы, да, нужно более серьезно подходить. А когда маленький, просто получать удовольствие. София, что вы можете добавить? Даже если будет сложно, не надо бросать, а просто переждать этот момент. И дальше все больше и намного лучше, да? Да. Огромное спасибо, что пришли. Гордость не только нашей Ангарского и Иркутской области. И я даже не представляю, как гордятся вами ваши друзья, близкие, родственники. С удовольствием ждем вас еще. И желаем чего можем пожелать? Побед? Конечно, да, девчонки, спасибо вам огромное. Искренне желаем вам не останавливаться на достигнутом и продолжать с таким же спортивным азартом. Спасибо. Быть всегда в числе первых. Да? Спасибо. Спасибо вам. Никита, как ты считаешь, кто способен добиться подобных успехов, пусть не в спорте, но в любой другой сфере? Я думаю, только по-настоящему целеустремленный, уверенный в себе человек. Да, я с тобой полностью согласна. А воспитывать в себе это и другие полезные качества поможет просмотр нашей рубрики «Познай себя». И мы с удовольствием передаем слово Наталье Голиковой. В эфире рубрика «Познай себя». Одежда ведущей предоставлена магазином итальянской моды «Медуза». Я приветствую тех, кто уже проснулся. С вами Наталья Голикова и рубрика «Познай себя». Сегодня я предлагаю сделать вам короткую, 10-минутную медитацию. Она предназначена для внутренней гармонии, для вашего состояния внутри себя, для взаимодействия мира вовне. Что мы с вами будем делать? Сядьте удобно на пол. По возможности, примите позу лотоса. Эта поза применяется в йоге. И это самая верная поза для того, чтобы настроить свой организм на правильное течение энергии. Положите руки на колени и сложите ладони на подобие чаши. Таким образом вы подготовите свое тело к принятию информации. Ваша задача, выбрав себе удобное место и время, побыть в тишине. Пусть это будет 10 минут, 15, 20. Для кого-то это может быть час. Но очень важно находиться именно в тишине. Вот такая поза – это древнейшая поза для медитации и практик. Она позволяет вам побыть во внутренней гармонии. Зафиксируйте себя. Подумайте о том, что вы хотите сейчас сделать. То есть услышать тишину. Не нужно ни о чем вспоминать. Не нужно планировать. Не нужно устраивать какие-то внутренние разборки. Просто побытьте в тишине. Почувствуйте, как будто дождь. Теплый дождь. Капает на вас своими влажными каплями. И это тепло, влага, поток света, информации проникает в ваше тело все глубже и глубже. И вы наполняетесь любовью, милосердием, благодарностью, добротой. Примите это состояние. Разрешите себе быть счастливыми, богатыми, успешными, удачливыми. И пусть ваше состояние о внутренней гармонии будет не только внутри вас, а еще и снаружи. Любите себя и уважайте. С вами была Наталья Голикова и рубрика «Познай себя». Я считаю, чтобы познать себя, достаточно просто час в день уделить себе. Например, сходить в парк, погулять, подышать свежим воздухом, пока еще не сильно холодно, не выпал снег, не стало так мерзло. Можно ногами пошелестить листочками, подумать про себя, вспомнить, какой ты прекрасный, какой ты особенный и дальше жить и радоваться. В особенности в Ангарске, когда здесь все к этому располагает. Сколько у нас прекрасных аллей, парков, аллей любви. Парк «Десятилетие Ангарска» с шикарнейшей дорожкой для бега. Верно. Там, кстати, очень много, кто уже катается на лыжах на колесиках. Кстати, это про спор, что было в начале программы. Вот, я хотел тебя спросить, а твое какое любимое место в Ангарске? Место, очень хороший вопрос на самом деле. Да, ты правильно заметил, правильно говорил, я очень люблю парк, это «Десятилетие». Мне нравится тем, что он огромный, очень много места для гуляния, то есть дышать, свободой, это прекрасное место. Да, а мое любимое место – это Еловское водохранилище. Да ладно? Да. Что там у тебя, для тебя интересного? Мы этим летом с сыном поднялись сюда в верховье реки Еловки на сабборде. Очень красиво. Настоящая дикая тайга, настоящая природа, прямо очень понравилась. А вы знали, что есть такие места вот рядышком практически с городом? Да, и достаточно экстремально, ну, для детей прямо супер. Да, для детей прямо путешествия. В общем, на этой ноте мы вам хотим пожелать отличных выходных, проводите с семьей, проводите в любви и будьте здоровы. Счастливы. И смотрите «Новый день». Да, перебило тебя чуть-чуть. Увидимся с вами в понедельник на телеканале «Акции». А после нас сразу смотрите «Гороскоп». И всем пока-пока. Гороскоп на шестое. Овен. Напряженный и важный день. Если вы будете внимательны к мелочам, постарайтесь ничего не упустить из виду, то примите верные решения. Телец. Старайтесь быть в ладу со своими близкими. Проявляйте интерес к их жизни и проблемам. Им будет приятно ощутить вашу поддержку. Близнецы. Плодотворный многообещающий день. Все сложится очень хорошо. Будет шанс добиться успеха там, где другие потерпели неудачи. Рак. Несмотря на трудности, вы проведете это время очень приятно. И даже сможете добиться ощутимых успехов, требующих решительности и настойчивости. Лев. Яркий, насыщенный день. Вас ждут приятные сюрпризы, интересные встречи, позитивные эмоции. Дело. Старайтесь не попадать в ситуации, где вас могут соблазнить, разжалобить, обмануть, попытаться уговорить на то, что вам не нужно. Весы. День благоприятен с профессиональной точки зрения. Вероятны успехи в работе. Вы хорошо поладите с коллегами, сможете найти новых партнеров. Скорпион. Трудности не исключены. Но нет сомнений в том, что вы добьетесь отличных результатов. Помогут в этом богатое воображение и острая интуиция. Стрелец. Не торопитесь с выводами и решениями. Обходите острые углы и занимайтесь только текущими делами. Козирог. Будет возможность уделить время чему-то интересному и полезному. Ищите дело, которое привлечет ваше внимание и заставит выбросить из головы посторонние мысли. Водолей. День непростой, но нет сомнений в том, что вы справитесь со всеми испытаниями, которые он готовит. В решении многих вопросов помогут друзья. Рыбы. Пока не торопитесь переключаться на новые дела. Оставляйте себе достаточно времени оценивать просьбы и предложения. Редактор субтитров А.Семкин